всем здарова среди 34 с реакцией на пятую серию отеля хасбин как в прошлой серии помним angel даст там очень грустная песня была про то что он зависим от валентина но ничего не присоединить не может сделать ну и спелся с хаском погнали смотреть дальше чарли почему не сходится не пойму но уже чарли чарли думай 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 передернуло люциферу до серии должен появиться люцифер я уже по превью понял я почему пару месяцев вроде было шесть месяцев так быстро время пролетел там в отеле знаю ты против но любая помощь не помешает разве мы уже не пытались это да разошелся то есть они с лилит в разводе а вообще можешь пожениться в аду или нет только люцифер падший ангел а не демон столько уток не нужно хлопать правда спасибо спасибо переходный период такой тут еще интересного есть ну лилит понятно маленькая чарли опять семья а вот это кто похож на люциферду какой-то черные расцветки и с усиками а и он еще чарли с с кем-то напишите в комментариях если знаете уже дочка 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 звонит цирковая мелодика кто так начинает разговор тем более с родственниками люцифер где в это время ну знаешь я же пять месяцев назад по телефону говорила или ты не слушал нет ты что просто сама забылась я ведь так занят созданием уток утка с кучей глаз делами ну я заведую отелем по реабилитации грешников может рекламу видел сейчас извините мне тут стиралка шумит так продолжаем да там еще был подчинен воксу слушай пап у меня есть большая просьба да конечно помогу всем чем смогу ты только скажи я хочу поговорить с Раем точнее с самым главным там тот кто выше Адама мне нужны самые верха ну самим богом нет нет чарли нет милая нет точно нет я странно что люцифера скинули но при этом еще остались связи в раю вот у меня очень очень важно я ничего более важного не делала и ты мне нужен твоя помощь я даже не знаю чарли прошу можешь даже лично посмотреть мою затею и увидеть какая это классная идея и рай стопудово согласиться если поговорить с ними прошу пап стоп ты приглашаешь меня в гости вопросов нет хотя бы интересно в гости а не именно вообще не с Раем ты чё как хочет меня увидеть получай депрессия у нас есть час до его прихода слушайте все люцифер уже в пути мы приведем это место в порядок и впечатление о нем будет только позитивное вамонас а его а горошек м имеет а все вы заботитесь о моей девочки очень надеюсь возьми противень нормально что во имя девяти кругов это такое бар они знакомы ну и кто это видимо поэтому чарли говорит что это место для грешников в прошлом это моя идея не самая умная просто послала далеко и надолго я первый раз по-моему когда мы слышим чтобы алстер кого-то посылал куда-то чем если учитывать что также я смотрел там типа есть какой-то ранг там типа по силам и оверлорда это гораздо ниже даже чем типа семья гаэти столоса альферт вообще там самый верх уже ему еще перечит тараканы уже тараканы там раздражаются хотя интересно животные вообще в ад попадают или в рай которые из земли и тараканы и все это вот это вот прочая фауна при ревновал может представишь меня своим друзьям это не так работает с этими лгбт вопросов нет песня нравится оригинальный голос на острове демонашки да и прикольно оу чарлс старт фанатики которые фанфики пишут про то что между ними якобы будут какие-то отношения хотя альстер вообще там ассуал его вообще никто не привлекает но чисто просто не пользуется и все агрессивная сливка то есть я так понял тут а люцифер поет типа типа я я самый главный чё-то к мне сразу не обратилась типа я все могу это видео просто издевается типа чарли без него никуда и где ты был вообще все это время что кто 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДА ЕЩЕ КТО МИМЗИ Кто такая МИМЗИ Кто? Даже на цифре не знаю кто это Я не расслышал? Чего все глазеют Потому что я милаха МИМЗИ А, с салатом не знакома? Мой салаткий пирожок Приятно видеть тебя Как жизнь, хорошо, хорошо Слушай, я тут мимоходом Я слышала, что ты кантуешься В этой фабрике нерях И решила заскочить, так сказать, поздороваться Как старые добрые Конечно, милая Всем здесь рады О, как мило Так вы знакомы? О, да Мы давно знакомы При жизни вращались в одних и тех же кругах Этот парень часто заходил в клуб, где я выступала Кабаре Как моряк виски И поспевать за мной на танцполе Ох, женщина, ходячий талант Хо-хо-хо Видели бы вы ее в расцвете сил Эй, следи за языком, стремная шляпа А я все еще в расцвете У него нет шляпы Это волосы О, звезды мои Это Люцифер? В дороге Рада знакомству, ваше величество Аластер? Я как девушку нужно предупреждать о смешанной компании От тебя вообще никто не ждал Хотелось поболтать? Нам с Чарли надо продолжать тур Уверен, Чарли сама сумеет все показать Нонсенс! Мы начали этот отель вместе и покажем его тоже вместе Да, Чарли? О, конечно Пускай остальные составят тебе компанию Не успеешь оглянуться, и я вернусь Что ж, где здесь напитки для дам? Ого, неужели Хаскер? Да, с Хаскером тоже на кома Классика Как жизнь комок? Хорошо, было пять минут назад Ох, не говори, что не разбирается Он ее не недолюбливает Я могу обидеться Эй, Нефти, а ты чем это не так? Борьбы с жуками Ну, как продвигается? Они побеждают Но ненадолго Ага Спасибо, кисонька Да пошла ты А вы с Алла-Старом кем друг к другу приходитесь? Друзьями? Заметь, это твои слова Но можно и так сказать Что вы так удивились? Просто не знал, что у него есть друзья Он здесь давно, но остается жуткой загадкой В чем прикол? Вы наверняка Слышали рассказы Он внезапно появился в аду И произвел ранее Но это мы в филоте еще слышали, как он появился По началу люди не признавали его Но вскоре начали пропадать владыки И не самые слабые Речь о тяжеловесах Никто не знал, что с ними Пока не начали появляться странные радиопередачи По которым звучали одни крики Каждый раз, когда пропадал владыка По эфиру кричал новый голос Именно тогда Алла-Стар предстал против всеми, как радиодемон И все, кто переходил ему дорогу Ну, скажем так На его передаче не было дефицита новых голосов Эта история известна большинству Но на самом деле Он такой душка Так он ржановый и джавки Он становится пускай Да чего вы так смотрите? Он давно ничем таким не промышляет По бармену По сути рассказал все то же самое, что было и в пилоте про него Ну, может чуть более подробно То есть про то, что крики оверлордов были слышны на радио По-моему, в пилоте не говорилось Просто про то, что там были крики и все Ну, повторить Какого хуя? И как только мы докажем, что искупление реально Этот отель будет заполнен демонами, желающими попасть в рай Просто на это все нужно время Круги общения работают не так быстро, как я надеялась На пару слов В чем дело? Мы оба знаем, что Мимзи приходит лишь когда ей что-то нужно Она проблема И непонятно, с каким демоном ты встретишься в этот раз из-за нее Я легко со всем справлюсь Не парься, Хаскер Кто в здравом уме будет мне перячить? Как бы Ты надолго исчез И никто ничего не знает Да, потому что я читал в комментариях, там говорили, что Лилит пропадал на 7 лет, и Лилит пропала на 7 лет. То есть, типа, они, возможно, как-то связаны, типа. Может, у тебя моя душа, но я не твой питомец. И ещё как, питомец. Смешно слышать от того, кто тоже на поводке. Опа! Что ты сказал? Что? Блять! Ничего я... И если я ещё раз такое услышу... Я правильно понимаю, что контракт даёт возможность создать вот эти вот цепи. Типа, потому что Валентина на Энджело тоже, типа, цепь мог создавать. Из-за того, что там, видимо, контракт был подписан. Я разорву твою душу с клочья и буду транслировать твои крики, чтобы каждая неуважающая меня тварь знала, чем чревато мне перячить. Я буду чудно. Отлично поболтали, дружище! Рад освежить! Чтобы он пересурался! И мы нашли почти сенечки с наркотой Энджело. Почти. Что ж, раз это утрясли, дальше должно быть попроще. Ну, это определенно нечто. То есть на поводке, ну, наверное, левит, кого ещё я. Я даже не знаю, у кого может быть на поводке Аластер. Такой сильный персонаж. Точно, да. Всё стало выглядеть поприличнее, да? Кажется, перила немного шатковаты. Хорошо надавить и полетишь прямиком вниз. Пока-пока! Что? Нет-нет-нет, насчёт плана, пап! Плана помогать грешникам с помощью отеля. Ладно, слушай сюда. Классно, что ты хочешь видеть в людях хорошее. Но эти грешники худшие из худших. Не знаю, чего в реальности от них ждать в раю. Ну и ну! По факту да, мы не знаем, чего от них ждать, когда они искупятся. Типа, ну ладно, если там какой-то был мелкий грех какой-то. Человек нормальный, но что-то согрешил, там, типа, ошибку какую-нибудь сделал. Ну, там, какую-то мелкую. Но какой-нибудь там серийный маньяк, ну, явно не место ему в рай, ну, серьёзно. Рай совсем не такой беззаботный, как кажется. Да, у них есть правила, и правил немало. Не надейся, что они так открыты к идее. Это наши люди, пап! Я... я должна попытаться! Чарли, наши люди отвратительны! Им дали свободу воли, и посмотри, где они сейчас! Всё ужасно! Я просто не хочу... Ну, как будто стыдно за то, что он сделал. Чёрт, что там уже? Ну, вроде этих. Эмзи, мы знаем, что ты там, живая сука! Вот чёрт. Не соврал, Хаск. Что происходит? У меня, возможно, проблемы с акулой коллектором. Возможно, я взяла в долг 50 кусков. Выходи, давай! И, возможно, ещё украла машину. И врезалась в ней. В девушку акулы. Ну, эта сучка сама напросилась. Моё окна! Нас осаждают в укрытие! Осторожно! Какого хера? Видишь? Именно об этом я и говорю. Сажмите смог бы я оборону... Здание сделать. Мы ему запретили пользоваться оружием. Тебе приносят вид жестокости хаос. Это на твои добрые намерения им плевать. Они в любом случае тебя разочаруют. Нефти, аккуратней! Идите в безопасное место. Я с этим разберусь. Нет, дорогуша, оставь это мне. Пришла пора всем напомнить, зачем я здесь. Ах, наконец-то! Долго же ты! Напоминание всем! Чтобы не связывались с радиодемоном! Я заживо сожру каждого из вас! Ну вот Алстеру явно не место врачё! Вот это точно! Блин. Видишь, что я тебе оговорил? Чарли, грешники, жестокие психи, одержимые желанием причинить как можно больше боли и разрушений. Игра явно не столь света. Хватит! Он защищает дотель! Возможно, он берегнулся садизмом, но он делает это ради меня! Не, он ради своих планов это делать, я чувствую. У-у-у-у, драма! Ах, давненько я уже не выпускал пар! О, Алстер, это было просто потрясающе! Как всегда, браво! Спасибо, что выручил старую подругу! Куда еще без тебя? Ой! Простите за кавардак! Ну, думаю, что жаколовка наведет тут порядок! Я думаю, тебе уже пора, Минзи! Ступай! Ой, Алластер, ты такой шутник! Очень смешно! Я серьезно! Ты намеренно навлекла опасность просто для того, чтобы я прибрал за тобой! По факту! Мне это ни к чему! Ну, тебе же нравится заботиться обо мне! Что? Ты же на самом деле насрать на этот захудалый отель, не так ли? Ну же, я же тебя знаю! Бессердечный сукин сын! Тебя здесь рады, если ты реально решишь попробовать искупиться! Но мы оба знаем, что намерен! Ну, я чувствую, реально по факту плевать на все вот это вот искупление грехов и прочей хрень, которую создает Чарли. Ну, видимо, его заставили, что-то, типа, туда прийти, типа, вот, раз говорили, что он на поводке. То есть, возможно, сразу после звонка, типа, в пилоте же там Чарли звонила, Лилит, но Лилит не ответила, а сразу появился просто после этого Алластер. Совпадение? Ну и ладно, кому ты сдался? Весело провести время с принцесской в вашем отельчике. Мне насрать! Вообще балдеж! Пап, просто... Помоги мне! Я... Я не могу! Почему? Чарли! Ты не понимаешь! В раю нас не служат! Да это они не послушали меня! А тебя и подавно! Ты не знаешь этого! А я тебя не знаю! О, еще одна песня! Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Подписывайтесь на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Подписывайтесь на наш канал! Подписывайтесь на наш канал! Подписывайтесь на наш канал!